Продолжение следует... 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 ну там двенадцать дай я найду двенадцать, а нет а последний я лучше там ну какая там была двадцать первая а с какого стиха два имя Отца и Сына и Святого Духа Евангелие от Луки, двадцать первая глава с двенадцатого по девятнадцатой стихи прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоге и в темнице и поведут пред царей и правителей за имя мое будет же это вам для свидетельства итак, положите себе на сердце не обдумывая заранее, что отвечать ибо я дам вам уста и премудрость которой не возмогут противовечить не противостоять все противящиеся вам преданы также будете и родителями и братьями, и родственниками и друзьями и некоторых из вас умертвят и будете ненавидимы всеми за имя мое но и волос с головы вашей не пропадет терпением вашим спасайте души ваши толкование прежде всего того, что имеет случиться при кончине мира или при пленении ибо, как я сказал, он с речью о кончине соединяет речь и о пленении возложат на вас то есть учеников моих руки и действительно прежде пленения Иерусалима апостолы изгнаны были из него по особенному усмотрению Божию именно чтобы все ужасы обрушились только над распинателями а они то есть апостолы наполнили весь мир проповедью были также приводимы апостолы и предцарей и правителей например, Паула водили к Фесту к Агриппе к самому Кесарю об этом читаем в книге Деяний в 25 главе 6-23 стихи 26 глава 32 стих обратилось же это для них славу свидетельства поскольку же они были люди простые и не ученые то чтобы они не смущались тем что от них будут требовать отчета мужи мудрые говорит, чтобы они об этом нисколько не заботились ибо вы от меня получите вместе премудрость и благоречивость так что все противящиеся хотя бы соединились заодно не возмогут противостоять вам ни по мудрости то есть силе мыслей ни по красноречию и непогрешительности языка часто иной искусен составлений умозаключений и находчив в мыслях но при шуме скоро смущается и оттого во время речи к народу все перемешивает но им то есть апостолам в обоих отношениях дана была благодать поэтому и священники изумлялись необычайной мудростью Петра Ивана зная что они прежде были люди простые Деяния 4.13 а Павлу фест говорил с ума сошел ты Павел большая ученость доводит тебя до сумасшествия читаем об этом в книге Деяния 26.24 стих Псалом 54.13 Псалом 40.10 Вы будете спасены и ни малейшая частичка ваша не пропадет хотя многим и будет казаться что пропало только нужно терпеть ибо терпением вы можете приобрести ваши души враг приступает как бы с намерением взять в плен и старается захватить ваши души наведя на вас бедствия но вы вместо серебра дайте терпение и этим выкупом приобретете ваши души и не потерпите в них вреда Господу нашему славу Аминь Спасибо Христос Как водится традиция обонящих Патяна Кузьминична у Нины и Александровны в гостях без нее мы тут знаем же наверное свои 200 наши 2600 что Ферай я хочу вам рассказать о Валере на этой неделе ему делали операцию еще одну операцию делали дело в том что у него из почки выведен катетер кто не знает этот катетер нужно менять каждые полгода иначе он забивается уже прошел год и все содержимое стало вливаться вовнутрь а не наружу операция была назначена на 8 ноября но в связи с тем что пошли просто дичайшие ухудшения его оперировали в срочном порядке и у него открылось кровотечение это нам наверное сложно представить даже эти муки еще в процессе операции до или после там уже это не столь важно его обследовали на онкологию как она там растет или нет по последним данным было то что она не прогрессирует просто остановилась но сейчас выяснилось что она пошла в кишечник поэтому все усложнилось гораздо гораздо в разы он пребывает сейчас в больнице в пятницу мы разговаривали с Наташей он был в больнице она его навещает молитесь пожалуйста потому что даже одно обследование на онкологию там вводили контрастное вещество это очень больно очень мучительно даже обследование что говорить там о другом например промывали когда ему вот это кровотечение сгустки крови у него сгустки крови размером в 500 миллилитров вот вы представьте это просто дикие боли он испытывает мы можем помочь ему только молитвой не забывайте пожалуйста но каждый божий день а лучше как поели как захотели поесть молились отче наш и за Валеру вспомните человек мучается спасибо Христос Наташа всех благодарила за ваши молитвы она просила молиться и благодарит всегда всегда благодарит передает поклон поэтому они тоже молились тяжело ей и даже душевно тяжело она работает ездит на работу с ребятней своей посидеть некому вот когда Валеру в больницу забрали она просила матушка с батюшкой сидели они там уже тоже пожилые люди но согласились переночевали да с ребятишками дома попросить больше некого совершенно язык она знает плохо приходится она говорит у меня словарный запас уже достаточно большой но в совершенстве она его не знает приходится чтобы например коммуницировать с врачами нужно переводчик вот она сейчас сходит на курсы английского языка бесплатные курсы там недалеко от работы идет с ребятишками туда ну вот представьте себе как это тяжело радует одно что она получила права и может передвигаться на автомобиле да это очень большой плюс потому что ну трое детей и попробуй доберись там работа у нее не за домом находится ехать и ехать там по трассе какой-то скоростной и если это с детьми и по автобусам то есть сейчас она имеет возможность сама передвигаться поскольку Валера сейчас лежит как оно дальше будет одному Богу известно еще такой момент что у них там в процессе разработки лекарства какое-то прям чудодейственное лекарство которое испробовали и люди исцеляются от онкологии и возможно вот если Валера дотянет до этого момента когда его выпустят большие массы а это будет в ноябре уже в ноябре то вот надежда еще что Бог поможет вот этим лекарствам еще Бог сильно конечно да а Валерий все спасибо христос это будет чудо еще будет чудо еще про болящую Валентину я ходила в пятницу к Валентине у нас Кравченко лежит в больнице в РТП я к ней ходила но она в настоящее время там написано вот такая доска и на ней написано что с ней можно делать есть инструкция общая есть написано что там с ней делать и я посмотрела и написано что ее можно посадить потому что ко мне подошла но женщина подошла она социальный работник прям привела меня в палату такая вот очень такая лучтивая и я захожу села и сижу она подходит говорит ну вы ее разбудите я говорю может быть проснется она говорит она не проснется разбудите я разбудила ее она увидела сразу узнала сказала Людмила я говорю вот Валя к тебе пришла вот она такая адекватная она стала смотреть на меня и узнает и говорит ну и я ее в общем-то стала как-то кормить посадить ей и она в каком отделении отделение неврология у нее да у нее инсульт инсульт ну в общем-то сейчас она уже становится лучше ей ну так побеседовали с ней посмотрела ее ну все там покормить ее говорит будешь кушать она говорит не буду вот так мне говорят не буду сразу не успела даже договорить я говорю а не будешь умрешь она замолчала давай прям вот так вот ну вот с ними так села и там поела поела так всего попала попала вверхи так все так а потом немножко я с ней поухаживала там все убрала и посидела там у нее она такая уже мне подошли и говорит вы ее положите вы ее почему-то долго держите она такая такой такой столик он подвигается ей больше нельзя уже будет но все идет своим чередом все так согласно возраст слава богу слава богу слава богу слава богу про Раису Николаевну что слышно кто знает а мы сегодня пойдем даже сходите пожалуйста я взяла адрес слава богу Виктор Андреевич глазик болит надо помылиться ну да там не будет и пропирали ну брали два халязиона это старелые халязиона спасибо Христос всех братья и сестер за ваши молитвы Настя самостоятельно родила благополучно там маленькие совсем но были бы как говорится были бы хвости мясо нарастет молите что Анастасия Илья молите чтобы Господь вот сподобил благополучно выписаться и далее правильно разумно воспитывать этого Илью вместе с внучкой Таисией Таисия хворает два дня температура было по тридцать девять но сейчас вроде как спала температура а есть сколько четыре три и пять надежда ну вот занимается сумочкой там еще в сад вчера ходила там я говорю в такую погоду но все равно пошла там лук садила ничего не знаю чеснок чеснок слава Богу сегодня едем и Маргариту с нами Маргарита про любовь Петровна что слышно какие какая информация есть как там я сегодня не пойду сходите я с ней тоже разговаривала она бодрая такая она говорит она говорит так что у меня ничего не болит она правильно говорит а все боли остается с ней ну это естественно Мария Яковлевна как у Нагаева так что все нормально все нормально говорили все нормально разговаривают и все гуляют Оля хворала тоже что как у нее не знаете они уже давно выписали нормально наверное уходили к ней тоже были у них хорошо так кого еще не вспомнили кто у нас Паргуевых нету ну наверное они ждут батюшка когда батюшка приедет да я с ними разговаривала они говорят на литургию надо ходить каждое воскресенье на литургию мы не на батюшку ходим мы на литургию ходим да еще это Николай и Надежда тоже посвящали это Валентину Ивановну да они посещали вместе каждый день сестры наши ездили посещали не вижу брата Ивана где брат Иван он сказал что у него какие-то дела что-то надо ему сделать поэтому он остался а потом после службы нельзя это сделать я не знаю это Павловский да нет это не Павловский вы Павловский или меня здесь в доме здесь вчера разговаривали почему стыдно что-то понятно что придумывает придумывает что-то Еня ты бы вчера была свободна могла бы тоже приехать на службу в субботу хотя бы одна от всей своей она вчера училась что она там училась ничего она не училась я звонила она на учебе была до 6 она училась 12 до 6 и было 3-4 пара потом она домой поехала вот мы с ней разговаривали она домой в 8 приехала все должны были приехать хватит адвокатствовать как вы замучили этим адвокатством пускай здесь она молится она дома соскучилась по своим ребятам сегодня бы увиделась с ребятами ты не услышала она сказала что до 6 да не училась она до 6 еще раз говорю не училась до 6 она живет у меня она приехала еще 3 часов не было и поехала туда к ним сказала мне нужно с ними разобраться много всяких вопросов серьезных у них какие там у нее вопросы серьезные некромантов играть всем четвером сидеть ну можно вот очевидно больше ничем не занимаются я же вам сказал что у меня шпион есть среди вас я знаю чем вы занимаетесь вы играете в игрушки некроманты всякие там гандаманты а потом начинаете там фрося лежит до победного не готовит пока уже дядя Игорь меня напугает что неправда соскакивает гром там среди ясного неба только не звоните дяде Игорь еще болящих кто у нас нашли кого бояться бога бойтесь всех вспомнили болящих Нестор некромантами постоянно тоже балуется да я сам не знаю ну мертвые люди с батюшкой я разговаривал батюшка приедет через неделю игрушки в субботу в субботу будет здесь так в Москве он сейчас прибывает да из Тула он уже выехал сейчас в Москве прибывает еще да на прошлой неделе Виктор Андреевич обратился к общине обратился к нашим телезрителям о помощи моей семье Семьи Загуляева по газу не слышали по газу я сейчас хочу немного сказать вот пришли значит помощь милостыня пришла от Виктора Геннадьевича Марины Александровны Александра Сергеевича Владимира Николаевича Марины Борисовны Галина Михайловна Наталья Владимировна Алексея Ивановича Олега Борисовича и кто-то неизвестный от Совкомбанка я всем сердечно благодарна спасибо с Христос и благодарна вам дорогие братья и сестры вот чтобы было всем вам понятно и прозрачно я назову цифры которые были собраны от общины было собрано 90 тысяч 450 рублей да большая помощь и от телезрителей 67 тысяч 600 рублей в общей сложности это получается 58 тысяч 100 тысяч 150 да прости и что хватает 158 тысяч я полагаю этого хватает я не знаю точно вот вчера у нас были вечером уже монтажники ушли в пятом часу они приблизительно там плюс-минус обсчитали оборудование будет стоить около 40 тысяч работа чтобы установить все это оборудование они сказали в пределах 25 и нам нужно переделывать отопление там как-то по-другому все ставить краны в разных местах в комнате там в коридоре у печи краны какие-то что-то делать в общем это будет тоже с кранами со всеми расходниками плюс работа в пределах 25 тысяч дальше на данный момент я жду вот четверга четверг пройдет две недели когда уже будет готов наш проект после чего только монтажники имеют право все это вешать нам на стены накручивать сверлить дыры вот и дальше когда все это будет повешено все будет сделано с отоплением подготовка документации да какой еще подготовка документации будет ли это стоить денег нет пока что не знаю у них там разбег какой-то мы можем вам примерно сказать ну разбег в 50 тысяч совсем приблизительно что-то очень приблизительно вот не знаю братья и сестры не знаю я думаю что этих денег хватает я вам очень благодарна спасибо вас христос и вас и тебе зрителей вы оказали нам большую помощь низкий вам поклон спасибо христос помоги мы очень рады вот не только такое физическое тепло проявляется через нашу душевную теплоту слава 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 христос аллилуйя у кого есть еще слово Игорь Тихонович вам слово если вы меня будете слышать как я вас мы навсегда останемся друзьями аппарат отказал я еще не слышал а когда молчал бы как Андрей Куярай говорит Игнатий молчал бы говорит все бы священники ему друзья были да конечно дома прослышать что было у меня необычные вопросы будут я никак не слышал где она любовь Николаевна почему она была нет в прошлом воскресенье она была в прошлом воскресенье она была она там ухаживает за кем-то да на болящем ухаживает может быть ну можно позвонить будет да и все переживать вы не знаете какое у нее воинское звание капитан наверное вы же говорили капитан во-первых врач с красным дипломом а во-вторых она в милиции работала так Андреич какое звание у вас майор запаса как майор запаса майор запаса ты имеешь право носить форму не здесь конечно а за пределами храма у которых пенсионеры там с Путиным здороваются день победы то видно что старые они уже в запасе но они при орденах своих так у кого еще воинское звание у меня какое я старший лейтенант старший лейтенант так у брата Семастяна какое у меня не воинское звание у меня не воинское звание у меня не воинское какая не воинское а все равно он про погоду это воинское но он был не генерал-лейтенант он был государственный советник юстиции второго класса Я знаю, что мне звание дают, а они военнообязанные. И все-таки какое-то есть? Воинского звания у меня нет. Специальный чин был. А скажи, как называется у тебя? Чин был. Младший советник юстиции. Так, какой он одержал, Александр Иванович? Ну, как, младший лейтенант. Младший лейтенант. Я сейчас спрашиваю. Дело в том, что... Сегодня уже весь интернет на полном. Встречаются люди там, на параде. И у них звания нет. Тогда к ним пришли корреспонденты, спрашивают. Как вы могли такое звание? В это время где? То есть, дотошно. Тогда принимают ласково, а тут просто выгоняют. То есть, надуманное. Даже маршал КГБ. А те отвечают, у нас маршалов КГБ вообще званий никогда не было. Маршал КГБ. Они то есть, меры не знают. У меня сержант. У нас долгшиеся старшины. Ну, теперь смотри. Вот эта вот петлица означает ракетные войска. Я как раз в них служил такие боязнаки. А теперь, смотри. Кто-то мне пришел и вот так вот наделал. Ну, не во сне, на его. Вот, посмотрите, как это будет выглядеть. Хорошо. Хорошо, на коровье седло. Потому что несоответствие, это не мое звание. Вопрос, кто это принес ко мне в дом? Это чисто, все. Звание, сходится в рот войск. Все, но это не мое звание. Что это означает? Я хотел подарить петель тому, чтобы все соответствовало. Мне не соответствует. Далеко не соответствует. Я должен быть младше лейтенанта. Лейтенант старше 3. Майор подполковник только тогда. Уже четвертое звание. Ясно дело, что теперь поздно. Так, военное, кому подарить? Алексей, у тебя какое? Можете погоны заменить. Все, ну, китель очень хороший. Сознайся. А вам лучше его ставить. Погончики уберите и носите. Оно как раз на вас. По размеру красивый пиджачок. А размер как же еще? Ну, допустим, вот, я бы захотел. Ну, да мне. По размеру как раз. Вам как раз. Если так, мы будем прахивать, тогда должен быть маршал КГБ, точно. Ну, в общем, так. Погоны снять, как говорят, сорвать с офицера, когда он провинился. И судят, когда нет ничего. Ордено. Это один. Я спрашиваю о делах, которые очень важны. Кто у нас пенсионер? Руку поднимите. Посчитай, сколько? 99,9. Теперь, все согласны, что когда человек на пенсии не работает, а если работает, с него какое-то правило такое, многое высчитывают. И сейчас, как дума, провела такое, если он работал дворником, а пенсионер и не платил. За все годы подсчитать и высчитать. Я такого даже раньше не слышал. Да кто же пойдет тогда работать, когда пенсию уменьшают? Ну, насколько так, что выгодно все равно и работать. У пенсионера больше свободного времени. Я пенсионер, но в деревне у меня времени было очень мало. Я говорю о семикратной молитве. Кто сегодня может сказать? Потому что уже запросы делают. Выполнимо это, невыполнимо. График составляют. Это три святоя и сто поклонов. Один и два. Одна группа там. А от двух до пяти. От пяти до семи и больше. Семь раз в день. Кто молится? Религиозный фитнес. По сто поклонов. Видишь как. А ведь пенсионеры могли бы это взять. Я за Таус толкуя это место. 118 столом. 164 стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твои. За суды твои, Господа. Будучи царем, нам кажется... А ему что там делать? Царь это не Ельцин. Который там мог пьяным в неделю валяться. Он вникает во многие дела. Решения бывают очень большие. Большие важности. Там и война, и мир, и прочее. И он находил время семикратно в день. Это его слова. Если нет этого, Кто работает, тоже себя подставьте под это. И посмотрите, как это будет. Если у мусульман пятикратный намаз, А они меня в интернете спрашивают. А вы знаете про намаз? Я говорю, знаю. А вы знаете, что это пять раз? Я говорю, знаю. Я показываю ему щетки. 100 поклонов. А у нас 7. Не считай. Утренний, вечерний 9. Ты считай 10. Тысячу поклонов. Они сразу замолкают. Вот это мы понимаем. Мы это любим. Сейчас я ролики выставляю. По полчаса беседуем с ними. Мусульман очень много там в Содоме и Гаморе. Сейчас рулетки. Ну и с ними беседуем. Это сгодится. И все, о чем говорили, я не знаю. Дома прослушаем. Оно может выглядеть и исполняться совершенно по-другому. Когда молятся люди. А чего от этого зависит? А ты испытай. Господь говорит, кто будет творить волю мою, тот узнает, от себя ли я говорю. Я этим практическим путем виновен, грешен. Супер и архигрешен. Я прочитал и подумал, я исполняю с сегодняшнего дня, зная очень хорошо учение Ленина, все его тома. Буду сегодня настоящий ленинец. Завтра, послезавтра, неделю. И я понял, учение человеческое. Попала в руки книга Майнкапп Адольфа Алоизовича Гитлера. Это нам показывают его таким. А он совсем не такой был. Сегодня уже все это показывает. Который секретарь, который охранник у него был. Воспоминания остались, теперь публикуют. Он не такой. Был внимательный ко всем. Абсолютно. Только желать можно было. Если бы не то, что дальше пошло, он поднял руку на народ божий, на евреев. А потом и на славян. Ну, то есть он с садовой связался, душу продал. И слово пюрер стало нарицательным и ругательным. А это слово вождь. Вождь. Другого перевода нет. Сталин вождь всех народов, можно сказать. А пюрер Сталин посадит. Потому что с этим словом он сумел показать, что такое настоящий вождь. И до него, которые были, там, Гейденбург, это тоже вожди были. И здесь были вожди. Но фюрер никому не пристал, а только к нему. И не потому, что плохо, а именно так, что весь народ его влюбил. 90% женщин в Германии желали иметь от него ребенка. Это о чем-то говорит. Булка хлеба стоила 5 миллиардов. Когда можно было купить, 10 булок там за одну единицу. И он все вернул на место. Такого ни одному человеку в мире не удавалось. При такой инфляции разбродить и встать на место. Но дальше пошло по-другому. Я поворачиваю к тому, что, когда человек молится, у него все по-другому. Он слова понимает правильно. Что такое гуру? Священники в гуру. Это ругательное. А ты открой слова, а в википедии, посмотри. Это возвышенное слово. В южных народах учитель. А не обращается в гуру такой-то. В гуру другого нет. А почему нарицательный? Дворкин. Если кого-то слушается, допустим, я сказал, и люди слушаются. А у них же разброд церкви-то. Это признаки тоталитарной секты, если люди слушаются. Вот здесь слушаются, и он говорит, что я гуру. Меня не будет, ты будешь гуру. А люди даже не смотрят значение слова. Мне сегодня ночью один скинул пятидесятник. Пятидесятник. Это за баптистами еще дальше от православия. Я сплю, говорит. Украинец, пятидесятник, в Америке. На время поехал ухаживать за больными и платить деньги. Я во сне вас увидел. Меня никогда не слышал и не знал, что есть такой человек. И строго с ним поговорил. И он меня нашел в интернете. И стал говорить, что он слышал и что ему Бог сказал. Принял все православие. Я не знаю, как он теперь. И сегодня ночью пишет. Я вот знал с большой буквы великого, гуру, с большой буквы, который проливает свет Христов. Неизвестно куда. Если бы я не знал, я бы сказал, вот обругал. Неизвестно. Как блогер назвал меня там это, ТВ-24, Афанасья Ивановна. Я говорю, даже обозвали блогером. Они говорят, это похвала. Значит, грамматику нужно знать. Потеряевки мы поставили один ролик. У человека у одного был козел. Потеряевки. И мы узнали, что он нуждается в козле. Я сказал, принести козла ему и подарить. И мы принесли козла. На фоне того козла и подарили. Подарили, все засняли. Что мы сделали? Объясните. Вот так. То есть сегодня ночью было пилить дрова. И это приспособление, куда кладется щурка, называется козел. Ну, все так составили. Значит, нужно знать свой язык и правильно пользоваться словами. А еще есть козел. Есть козел, а есть козел. Козел, подставка, да, подстроительная, что-то. Ну, понятно. Я о маленьких делах говорю, потому что о больших уже, думаю, сказали. Володя посадил капусту. Кто-то ему помог, там, матушка, видать. И мы привезли их на перемешка. Сегодня договорились к Игорю отвезти, завтра делать. Но я не знаю, как они ее смогут, кисельки-то охота, засолить. Все как-то. Кто бы мог, ну, помочь, там, какие-то банки. Раньше у нас все знают. Да есть банки, все есть. Бочки такие, бочки, там, ну, допустим, 15 ведер. Ведер. Большая семья. Ну, а тут трехлитровая банка где-то вот. Да не трехлитровая. У меня ванны есть чистые, специально для этого дела. Я просто говорю, кто-то желает помочь. Есть веса, все придавится, все. Потом в банки загрузится, все. Я еще, я как бы. Да, у меня вот такие банки. Кто? Есть банки? Есть. Вы желаете. Боря. Кому надо? Роботы. И сами засолите. Почему бы нет? Не надо им ничего доверять. Вы что, кому? Им что-ли? Они пускай сами себя засолят сначала во Христе, а потом доверяйте им что-то. Засолят они. Им, чтобы их помидоры засолить, Станислав этот Юрьевич с Кургана, он им звонит каждый день. Где они скажите? В фросе скажите? Пускай солят. Проквачили половину помидор. Так, я хочу пояснить такое. Мне сбросили ролик. Я мало смотрю, чужие. У меня времени нет. А тут посмотрел. Семья, в которой отец и мать умерли. Осталось 7 или 8? Ну, где-то так примерно. Где-то так. 7. 7. Самая старшая девчонка сколько? 19. Ну, точно. И она не утеряла детей остальных. И все это снимают теперь. Высокий уровень съемки, то другое. У них коровы, там свиньи и курицы и что-то. И теперь, конечно, там нашлись люди, когда в интернете это стало известно. Дом там все это сделали, перекрасили, переделали. И у ней, и говорят, она у нее жесткий характер такой. А по-другому как она была жесткая? Конечно, она полураздетая такая. Не по-нашему где-то. Макияж там все это. Но себе положи. Семеро несовершеннолетнее. И мать больше не упоминается. Не с детства почему. И могилу не показывает. Отца показывает. Тромб и там. А у другого болезнь была какая-то. По-другому никак нельзя было. И у них там и рыбки есть. И они покупают, идут где вместе. Ну, судя по внешнему, мы не знаем, что дальше будет. Без веры Бога не упоминает. Храм, и там священник что-то молится один раз. А на по-другому никак. А как женихи-то про нее узнали, отовсюду звонят, она сразу отбрила. По интернету незнакома. Понимаете? Ну, то есть вы зайдите, спросите. Я вам скину этот материал. Я просмотрел, да еще и не раз посмотрел. Вот тут-то мы посеем доброе семя. И дети, как они встают, там где у каждого своя работа. Она все распределила. Где у нее там питание, где что готовить. Девчонка. В первую очередь она сама работает. Вот и все. А у них никто не работает. Она бросила школу, где училась там что-то, чтобы быть с детьми. Теперь госпотребнадзор проверяет. Учителя, кто-то другие там, администрации. Детей-то отнять без родителей. Приехали, она по всем пунктам сошлась. И ничего не могли сказать и сделать. И соседи все засвидетельствовали. Я и нафиг говорю. Учти, если о Боге не упоминали и нету, значит там еще и нету. Это, знаете что? Когда Господь показывает Израилю и говорит, какой народ когда оставлял своих богов, а вы меня, вывешившего вас и дальше, избранные мои, и вы против поднялись. Вот так и здесь. Среди язычников такого не слышно, что творится у верующих. Тут семья показывает все ухоженное, какими этажами они спят. Ну просто увидеть надо. Я в общем в этом вопросе внимательно смотрю и скажу, что пример можно взять и нафиг, поверь. У вас дело неблагополучное, потому я у вас еще, можно сказать, и не знаю там, но я Игорю Владимировичу доверяюсь, он зря не скажет. Он о духовном заботится. И чтобы вас заставлять, и там какой-то преподаватель, вы что делаете? Ведь это падает поношение на нашу веру, на Бога, на Христа. Вы дальше смотрите, ничего у вас в жизни не будет. Перед Господом это все. Как это так можно? Вот тут я интервью записал, как Татьяна Кузьминиша, она сказала про мать. Когда арестовали отца сапожника, им там нужно сапожник где-то. Сразу кто сапожники такой-то? Статью. В ГУЛАГ. И они остались одни. Старшему не знаю, там лет 12. Зима. Так они вот угол дома, когда это делается, они вот эти отпиливали, чтобы дом мог развалиться. Затопить нечем. Соседи всех предупредили. Кто помогает, в ГУЛАГ сразу. Не пойти, не принять никого нельзя. Хорошая страна. Сейчас движение готовится 4 ноября будет в Москве. Официально получено разрешение. Кажется, заголовок только. Заколотить последний гвоздь. Гроб. Тирана, деспота, губитель Ленина. Наконец-то. Куда пришли и что. Это официально. Мне сегодня скинули материал этот. Я их знаю, этих людей. Официальная организация. Патриотическая, как называют. Монархическая. Как будто не касается. А ты услышал себе на заметку. Помолись. Помолись о той девушке, которая семью сохранила. А о тех, которые хоть в любой день отнимают. Как зовут ее, скажите. Имя? Имя? Ты же Людмилович как-то ее. Ну надо посмотреть. Ну просто помолитесь об этом человеке и все. Господь знает имя. Их именно все показывают. Ребенок что-то делает один там. Корова потерялась. Он пошел. И говорят, пошел такой-то где-то. И он идет, приходит. Они говорят, корова уже нашлась. Она пришла. Они как будто отца не теряли. Почему? Отец приучил к отца на работе. Отец. И об этом и говорится. Они остались и с первого дня взяла на власть. И они все сразу ей покорились. Правильное воспитание просто. Это не случайно такой ролик. Столько посетителей. Там видно, что люди думают. И власть сразу же изменила отношения. Как власть проверяет. Как срочно взыскивается. И она на все отвечает. Сидит спокойно с ними. Она сама может такие же родить по комплекции. У нас стихотворение одно. Бог и Его поедите. Кто написал его? Марина Дагунова. Не Марина? Марина. Молодец. Нишки поклон ей. Сейчас. Вчера мне скидывает. Посмотрите такой ролик. Олег Синяев и начинает объяснять, как имя Божие. С какого языка, сколько букв, гласных нет. И вот так все. И меня. А что вы скажете? Что вы как прокомментируете? Я говорю, шелест сухих листьев засохнущая смоковница. Никто этого не знает. Никто не запомнит. Ничего нет. Переведено в Библию святой восемь раз Иегова. Аминь. Нам Ягвы или Ягвы. Гласных там нету. Там буквы стоят в юридском языке непроизносимо. Т-р-р-ч. Что я хотел сказать? Кто его знает? Т-р-р-ч-к. Т-р-р-ч-к. Точка. Вот так там написано. Гласных ни одной нету. И поэтому по-разному звучит. Вот Билли Грейм приезжал. И он пишет Билли Грейм. Билли Грэгом. Билли Грахом. То есть не знаю как. Хрущев в Америке был. Они говорят, три дня не могли слово ЩЕ написать. Не знаю. Хрущев. ЩЕ. Хрущев. ЩЕ. Вот. Я почитал все. Думаю, ну как же так. Какой русский-то язык наш богатый. Билли Грейм. Победили американцы. ЩЕ. И сегодня. Вчера напечатали. Я-то материал не имел никогда. Я на них два раза прошел. Сегодня утром еще раз посмотрел. Кто и когда пользовался Бога, называли Иегова. В первую очередь Господь Бог ответил. Ну а как ответил, опять же, Иегова или Яхва. Или Ягва. Но именно Иегова. Я никогда не знал. В первую очередь, первый, там четвертый век. Григорий Низкий. Брат Василия Великого. Всегда поясняю, чтобы понятно было. И далее, в течение двух тысяч лет, кто пользовался словом Иегова. Но, в первую очередь, переводчики. Самые знаменитые, как Павский. Далее. Александр Мень. Прямо говорит, там кажется, Осипов, Алпеев этот, метрополит. Всех перечисляют по порядку. В каком году именно он замечен был. На каком-то съезде или где-то. Так и сказал. И они все это выставят. Какой труд надо проделать. Во-первых, знать. А потом в годах все это выставят. И потом считают в самом конце. Лапкина Игнатия. Поселок Потеряевка. Россия. Они не знают, что все. Я посмотрел, где они употребляют. Ну, а впереди там может быть сорок, которые поминали. Сорок, которых я не знаю. Они поминают Иегова. Но я их не знаю. Я только тех, которые отметил, которые знаю. Это словарей, Никифор. Все. Все Иеговы пользовались. Ну, это я посмотрел. Я употребляю слово Иегова. Вот в этих книгах. Со всеми вместе взятые умножено в несколько раз. Больше. Только в книгах, которые лежат здесь. Я слово Иегова умышленно употребляю. Две тысячи, кажется, четыреста раз. Только в стихотворениях, которые у меня. Девятьсот с лишним раз. А почему? Я даю объяснение. Ничем не основываю. В одной псатыри 103 раза упоминается, выкинули. В оригинале слово Иегова, как раз переводчик Макарий Глухарев, употребляет его. Семь тысяч с лишним раз. А сегодня ни на одном богослужении этого нет. И когда сказал, вы что, даже епископ меня в интернете начал трепать, вы что не знаете? Я ничего не прошу Библии, вот оно. Ну, не в молитве где-то там, употребите хотя бы раз-то. Сарабрятки одной сказали. Иегова, да как вы не боитесь говорить, что? Так это же имя сатаны. То есть люди, кошмар, как понимают. И все из-за того, что мы, Слово Божие, прости Господи, что я сказал. Но я сказал, чтобы понятно было. То есть вывернутое все наизнанку. Бог Иегова. Марине поклон. Она оживила. Дети наши не будут считать, что это темная сила какая-то. Иегова переводится сущий. Тут же в Библии написано. Повторяю 8 раз. Я эти материалы сегодня встал где-то. Маленькое 12 еще не было. Уже засел и всем накидал. Тебе скинул. И все, видела уже? Вот как. То есть я от малых дел перехожу к таким недосягаемым. А что делать? Признать ошибку и делать как положено. Теперь относительно... Может и не надо было говорить, но у меня внутреннее какое-то желание надо. Вчера вот Надежда Александрова подходит. Сейчас с вами случись. Он мне говорит, что ни одной фотографии с вами нет. Давай фотографируйте. Далее тут, я не знаю, Елена кажется. Чей фотоаппарат-то такой? Ну, плоский. Да телефон. Вот. Блин-то этот. Плоский блин. Ну, как лепешка. Ну да. Не знаю, как на мой телефон-то. И так. Сергей сфотографировался. Надя с Полиной со своей. Отдельно. И Елена, вот она с девочкой сейчас была здесь. Все захотели сразу. Вы еще меня говорите. Ну, я оборчу. Так вы сами лет 10 назад, с 70-го года начали проповедить. Три года нам подряд. Я скоро уйду, да я скоро уйду. И все, не уходите и не уходите. Вот и возобновили, видать. Вспомнили. Вообще-то мы слушали так. Я каждому... Скажите, не дождетесь. Да дай Бог вам много лет. Мы хотим сфотографироваться. Чего, лекарь, короники. Прощаюсь. Так и должно быть. Мы не знаем, что завтра будет. Ищи-то молитвы держат. Нахожусь и... Ну, еще... Богу слава. У меня мама только 75. Татьяна сегодня утром звонит. Она у женой районины находится. Инна Александровна. От Клочки, Еребихинского района и всего. Там где они... Храм не пускают. Татьяну как исследовали. Мощи. Она говорит, я приостановилась. Нет, губа меня задела. Там еще раз священник вышел. И она все сделала, что надо. И все равно выгнали. Выгнали. Они теперь решили это состояние вдвоем делать. Нужна помощь. Нужно хотя бы трое было. Ничего не делать. Не разговаривать. Молиться. Ну, говорит, можно Евангелие взять? Только красный по благословению патриарха Кирилла. Чтобы людям совет раздавать. Это помочь все, да? Я вспоминаю только Исидора Пелосиота. Святой такой. Он говорит, предвзятость. То есть заранее настроены. Не дает здравомышления. А злоба вообще отнимает разум. Его нет. Вот там именно такое. Настроиться до съездить в воскресенье. В священник был Игорь, а сейчас какой-то спиридор там вроде. Принял. Не под какие видом. А там где-то человек приходит. Значит, о них молитва и нужна помощь. И они решили дать объявление сегодня. Какое? По образу и подобию. Что у нее на дому открывается школа, будут занятия, исследования, Слово Божие. Конечно, по блаженному аппетилакту. Не надо сидеть. Надо работать. Нина одна там стояла. И у нее валенки зимой протаивали до земли. Сказали, когда у нас был престольный праздник. Митрополит Сергий был. Я говорю, вы все слышали Зое настояние? Да, знаем. Ну, там многое-то добавлено. Можно стало говорить. Я покажу сейчас Нине настояние. И она здесь. И она стала рассказывать. И она маленько раньше уехала. Приезжаю туда. Митрополит там у них. Срама выходит вроде бы. Что там было, нам неизвестно. Но ничего не изменилось. Как было, так и есть. Мы должны смотреть не потому, что священник вот это делает неправильно. Это называется проказа. Я отклонения делаю небольшие. В житиях написано, что священник был. И у него с затылка видно было язык. Проело проказу. Ничего себе. А за что? Ответ пришел. За то, что незаконно отлучал. Властью это отлучаю. Тебя не запущу. То другое. Это прокаженный, проклятый перед Богом человек. И поэтому надо молиться за него. Больше ничего я не могу сказать. Он несчастный. Как говорится, взяшно родился. Не знаю зачем. В храм не пускать, когда везде проходной двор. Патриархия. Или об этом говорить. Когда все уголовники все отпевают. И каких только нету. И кого только не принимают. И сколько раз не венчают. Наши люди никак не подходят. Почему? От зависти и от страха. Вот сегодня у них может быть занятие. У нас где эта Елена с девочкой вышла? Ушла. Ушли? Совсем ушли? Она совсем ушла, Елена? Нет. Надо было оставить ее. Дочери надо в десяти куда-то. Ну ладно, я знаю. В занятии. Кружок там в ней какой-то. Круйки и шитья. Девочка была в первый раз. Как ее звать? Второй. Аюта. А не было раза три. Третий уже, наверное. Три раза она была в начале. Ну поэтому надо познакомить с детьми. Я видел, она сидит, пишет, старается. И у нас вот новый человек пришел сегодня. Немножко о себе скажите. Кстати, Леонид. Ну пожалуйста. Звучит меня Евгений. С миром. С миром. Ну к вам я как бы пришел из-за того, что просто мне интересно было узнать истину. Вообще о Боге, о храмах, о церквях в России. Я сам Барнаульский. Ну мы сюда переехали из Казахстана в свое время. Это лет примерно 15 назад. У меня есть родственников священники. Ну как, не родные, они не кровные родственники. А у меня мама меня приняла с отцом. Как бы мама не родная. Какой будет родная? Ну она да, больше чем родная сделала. Поэтому я просто объясняю, что священники по ее линии не кровные. Баба, ее мама, бабушка. А вы вообще располагаете, да, временно? Да. Ну что ли? Да, спокойно. То есть у меня от моей мамы, бабушка, да, ее мама. Я был вообще, ну сам по себе нехороший человек всю жизнь практически до, наверное, до вчерашнего дня. До вчерашнего дня. Все нехорошие. Как вы про нас услышали, ну и дальше как... Он у меня записан, человек с велосипедом. Я его не знал, как его звать. Вижу, во дворе кто-то с велосипедом, по наружке смотрю. А он вышел, соседи спрашивают. Ну а тут я вышел, дальше уже познакомились. Рассказывайте, рассказывайте. До отъезда. Ну, в общем, у меня была бабушка, которая за меня молилась. Она была сильно молящая, потому что я много раз это замечал. Я бы как бы, ну, мне было там 5, 6, 7, там 3 года. Ну, помню-то я себя на лет 5. Я заходил, она всегда молилась. То есть у нее там был укромный уголок, 3 иконки висело, там, Господь, Богородица и Николай Чудотворец. Я как бы понимающий относился к этому, заходил, мол, сейчас сидел, ждал, пока она помолится. То есть тут я понимал, то есть это я сейчас стал понимать, что тогда Господь мне как-то давал. Что я мог просто зайти загорать, да, там, баба, да, мне слово, там, или что, и пойдем посмотреть. Нет, то есть это сейчас я понимаю, что я не знаю, как это я, может быть, оправдуюсь, но что, ну, думаю, что Господь это допускает это сказать. Что со временем я понимал, что как-то все равно связана моя жизнь, вот этим путем была, наверное, как-то подчеркнута. Что бабушка вот это оказалось в нужное время, мама оказалась в нужное время, где-то меня увидела с отцом, и, то есть, сошлись. Вот и жизнь была такая трудноватая у них, вот. Но сама суть того, что Господь вел вот этим путем, я ее как-то увидел. Потому что через все вот это я оказался в храме простом, там, московской патриархии, не московской патриархии. Я начал как-то искать что-то, где-то, и вот, где-то уже дошел и до вас. Господь то есть довел. Не я дошел, а Господь то есть довел. А вот, ну, я так понимаю. Вот, что получилось? Получилось то, что в 30 лет мы, как бы там были семейные обстоятельства, и мама у меня решила прокрестить. В срочном порядке, тебе надо покреститься, там, чтобы решить жизненные проблемы. Я, ну, хорошо, пошли. То есть, я там и курил, и пил, и все подряд. Ну, все грехи мира. Не готовы к грехи мира. Не готовы был вообще. Ну, то есть, зашли. То есть, у меня вот тут родственник мой, брат двоюродный, он, как бы, священник на тот момент. Думаю, ему уже было, там, не знаю, может быть, 29, это я тогда тогда и не знал. Ну, то есть, я, мама видела в этом выход, и я, как бы, ей сопутствовал. Вот, мы пришли, была масса народу в этот день, кто там крещаемые или крещатые, кто. То есть, от мала до велика, и я в эту же толпу. Ну, да, это была толпа, поистине, наверное, так. То есть, я зашел уже в эту толпу, то есть, сняв куртку, что-то там священник проходил, прочитал, я не вникая даже в разговоры, да и там и не слышно было, здесь детворак кричит, здесь кто-то что-то, священник, вот Игорь, мой брат, ходит, читает что-то, стоит такая, кто-то не купил, как банка, что не банка, ну, чашка, чаша, как можно ее назвать. Вот, то есть, поистине, это было просто, да, знаете, Тихонич, как там говорит, мочение, брызгание, там, крапление, крапление. То есть, из числа народа я оказался в ихней куче, в куче, да. То есть, было просто-напросто произнесено какая-то часть молитвы, там, или несколько молитв, ну, и покрапление воды. То есть, я вышел, ничего я не почувствовал, ничего со мной не произошло, там, сверхъестественно. Я вышел, я курил. Я вышел сразу здесь из храма и закурил. И понимаю, что вообще происходит, какой-то, знаете, пыль какая-то. Бабушка выходит, ты что делаешь, молодой человеку? Я говорю, извините, выкинул сигарету такую, и все, и стою, думаю, и сам себя начинаю, ты что делаешь? Здесь до меня доходит. Ну, то есть, в тот момент, я до сих пор помню. Здесь до меня доходит, выхожу, ну, вот эта вся, ну, может быть, наверное, эйфория ее назвать, да, что она где-то минут пять-десять пробыла у меня, и все, и она исчезла. То есть, выйдя из ограды цели храма, жизнь пошла дальше тем же путем. Ничего не изменилось, то есть, я как на запад шел, так и на запад и шел. То есть, я не развернулся, и на восток не пошел. То есть, мне ничего не случилось, не произошло. То есть, рождения свыше не было. Но, о том, о чем я молился, ну, как бы не молился, а просто просил того, чего я ожидал, случилось ровно через год. То есть, мы там разбегались с моей супругой, и на этом фоне меня мама решила покрестить, ну, чтобы как-то что-то изменить или вернуть, или что-то еще. Через год мы опять с супругой встретились, и после того времени начали жить. Здесь она тоже же покрестилась, только когда мы были в расходе, она уже была в России, я был в Казахстане. Вот, она покрестилась здесь. Тем самым я связываю, что, наверное, да, все-таки Господь мне послал такую жену. Коль уж мы через это все прошли, и до сих пор мы живем, и расписались мы только в этом году. Никаких празднований ничего не было, расписались мы по очереди, это был Великий пост. Никаких празднований ничего не делал, мы просто приехали, расписались, потому что была очередь на эти числа, вот. И расписались мы вот в этот пост, прожив, то есть, это как сказать, проблудив столько количества времени и лет. Не знаю, Господь простит нас за это, но решает, ну, я думаю, что все-таки у нас видео, и вот довел до этой точки, что сейчас. Мы оба, как сказать, ну, ходим в храм, возможно, сейчас у нас маленький ребенок, просто у меня супруга не может, ну, по этому поводу. А так, что вот этот весь мой путь, я просто вижу, что это направление Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Как вы узнали? А вас? Нас? А вас я узнал, ну, наверное, думаю, что наставили либо ангелы меня наставили, либо что. Я просто увидел Игнатия Тихоновича в интернете, в ресурсах интернета. Вот, я смотрел многих, смотрел, была Вина, Ткачева, Осипа, всех. Все нравились на начальных стадиях. То есть, что-то где-то было недоговорено, недоделано. То же самое я наблюдал, придешь в любой храм, да, вот я ездил даже в Задонск. Задонск пришел и сразу, ну, понравилась, да, красота, вот эта изобилие вот этих вот всяких, знаете, сверкание золотых вот этих куполов. Ну, а потом я хотел там со старцем поговорить, который у них там был, который священник самый старший там, который уже там выходит редко. Ну, не удосужилось, наверное, Господь все-таки не дал. Просидев некоторое количество времени на вот этой площади, я просто взглядом, как бы не в суд сказано, но я думаю, что для размышления есть этот разговор, что сама площадь, это большая ярмарка, продажа всего икон, ну, все это утверлили церковные. То есть, вот эти люди, которые приезжают, паломники. Ну, да, их можно назвать туристами, но это как уже теперь туризм, паломничество туризм. Религиозный туризм. Вот, да, но хотя на автобусах написано, паломники из Брянска, паломники из Тулы, паломники на автобусах написано. Я что заметил, то есть, женщины выходят, шорты, то есть, паломническую поездку, я до этого спас смотрел, спас этот телеканал на автобусах, что люди, когда едут, допустим, в паломническую поездку, они молятся, как-то одеваются, да, подобным образом. Ну, они едут, все, благочестиво. То есть, они подъезжают уже никак ошарашены, что надо, оказывается, юбку одеть там или что-то такое. Но я понимал это так, потому что у меня бабушка была лежащая, и она своим видом показывал всегда. Платок, то есть, вид... Благочестивый образ. Да, как бы юбка у нее всегда была в штанах, не ходила. Что, ну, вообще не было. Вообще не было. Ну, там, не знаю, какие-то эти, кто они, гамаш или как, под низ надевали. Ну, под низ, это не то совсем. Да, ну, что, такого не было, обличия, чтобы там в штанах, и... И бабушка, чтобы шла в штанах, и вот такая... Нет, 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 нет. То есть, она была работящий человек очень, почему я говорю, что, потому что она с нами жила. Она всегда была благочестивая. Я вот здесь вот, сидя в этом Задонске, я просто туда, это была последняя точка, мы собирались туда переезжать. Просто я думал, детей надо везти куда-то туда, где православие. Тем более, у нас у сына, у него проблемы, у него аллергия здесь, не знаю, на что. Но врачи посоветовали, говорят, сменить регион. Вот, что аллергия. Вот. Ему сейчас просто было мало лет, чтобы его везти туда, посмотреть. Вот. А сейчас уже подрастает, можно теперь повозить и посмотреть, где ему будет хорошо. Ну, по здоровью. Никуда. Потому что задыхание идет по носу и звезды. И смотрите, ну, я поехал туда, посмотрел, пообщался даже вот со священником, который проводил вот эту... Ну, как вам сказать-то, когда люди приходят, а он там в качестве выступает, что тут проводника, что он тут... Ну, показывает это все, откуда, что, куда. Вот. Я просто с ним на разговор вышел, говорю, как вот батюшку посоветовать, я хочу сюда переехать с семьей, чтобы найти здесь спасение, чтобы детей привести к православию, к истинному. Он мне прямо ответил и открыто, что ты здесь не спасешься, потому что сейчас в переменной власти епископа меняется и тут внутренность церкви. Я говорю, в смысле, как, а какая разница, меняется власть. От Бога же все должны повторить эти веры. То есть то, что сказано, то и делать надо. Хоть это и тяжело, это очень тяжело, но сама-то суть на меня-то пробрала, что действительно, да. То есть и прогнило и тут, оказывается. То есть деньги. Ну ладно. Да, и все. Красота стоит. Даже вот к Тихону Задонскому я к мощам подходил. Ну, а правильно ли это? Вообще, ну, должен же предан быть земле. Мертвый человек. Умер. Куда это знаешь, что предан земле? Читал? Я как-то, знаете, я потом увидел вас. Но я увидел вас до Задонска. Да, Задонска. У меня, то есть смотрите, у меня сейчас позволяет, ну, я работаю на себя, у меня позволяет моя работа, вас слышать. Я почему большинство роликов ваших увидел? Потому что я работаю, они у меня орут в эти, в динамике. Раньше я слушал музыку. И непристойную музыку слушал. Да всякую. И рок, и мок, и все подряд. Сейчас, знаете, у меня даже в машине я еду, у меня звучат чьи-то проповеди. Хоть вот любые. Нету. Музыка редкая. Бывает, когда, например, да, чуть-чуть надо сменить это. Потому что бывает, как замыливание, да? Раз что-нибудь музыку там включу, но уже, знаете, уже выбор идет в другую сторону. Потому что музыки оказывается очень много, всякое разное, полезное, не полезное. И вот ваши проповеди и проповеди похожих людей, то есть я много кого узнал, я по фамильям даже не помню, потому что очень большое количество информации, благодаря Игнатию Тихоновичу и вашему каналу. Вообще, на сайт редко выходил, но ваших роликов о Потеряевке, вообще обо всем. И даже о Козлове Сергея, через вас я вот увидел, который вы сейчас выкладываете. Я сначала его оценил как, думаю, это. И я и вас так же оценил, думаю, какой-то старик такой, закоренил такой, хрустный такой, ну не знаю. С первой, а потом, знаете, потянуло, а потом потянуло, потом второй раз посмотрел, потом думаю, нет, что-то не то, что-то почему-то, а к правде тянет, какая бы она ни была, и к ней тянет. Вот. А Сергея я увидел, тоже как-то смотрю, они спорят с Игнатием Тихоновичем, я Игнатия Тихоновича узнал чуть-чуть там в глубине интернета, потом смотрю, он с ним спорит, его так же. А потом думаю, вообще ты по обложке-то судишь, ты бы внутрь-то залезешь. Потом Сергея я послушал, раз, два, до три, до пять, да потом смотрю, какие люди у него там спрашивают, к нему звонят, спрашивают совета, думаю, он лежачий, он смеется. Я, говорит, лежу, вы, говорит, у меня совет спрашиваете. Я действительно себя подумал, у тебя две ноги, две руки, человек вот лежит. Он начал узнавать, почему лежит, откуда, а оказывается, просил Бога открыть истинную веру, и он рад был, что Господь ему все отнял, с чем можно грешить. То есть все отнял, с чем можно грешить, я думаю, так. А как нам-то справиться с этим? Как нам справиться, все, чтобы просто не грешить. А вот теперь воюй, с какая жизнью у тебя была, да? Вот какая, вот теперь поставь крест, иди, возьми крест свой, иди. Поэтому я думаю, что благодаря, наверное, всему интернет, это все от Бога, ну, я думаю, что там его присутствует больше, гораздо, и быстрее можно информацию поднять, чем, допустим, сейчас вот в наших храмах, там, в которых можно зайти просто непонятно, что творится. Чашки, кружки, голдеж, картошка, машину купил, кредит. Два батюшки стоят. Не знаю, не в суд, не в суд, просто для примера. Вот какой-то один из праздников в соборе, одни из соборов, не буду назвать, какой? Стоят два батюшки, один говорит о машине. Идет служба, проводит митрополит Сергий. Митрополит, да? Да. Владыка. Митрополит. Митрополит. Проводит службу. Народу много, собрались все священники со всего Алтайского края и были в гости. Я стою, дышать нечем, все друг дружки. Я не знаю, может быть, лукавый специалист, что ли, или что. И вот рядом со мной батюшку поставил, и вот так вот как-то. И они вот между собой. Сначала они молчали, потом иначе разговаривали, ну, что, как за кредит отдал деньги? Служба идет. Господь тебя поставил туда. Господь поставил, а лукавый тут лазит, да? Ну, конечно. Вот. Один, второй говорит, нет. А что за машину-то взял? Я слушал-слушал, думаю, сказать. Ну, что-то сказать. Как сказать? А у меня уже, смотрю, кипит. Так, думаю, стол. Надо как-то правильно сказать. Я говорю, дорогие священники. Я говорю, мы что здесь находимся? Что мы здесь все собрались-то? Машины обсуждать, двигатели, ипотеки. Смотрю, у одного у него прям это, с хула задвигался. А второй, извини, смотри. Задергалась, да? Да. Спасибо, говорит, что это. Он сказал, ну, это как-то смиренно это, понимаешь? А вот это со злотки. Ну, раз, это важное. Ну, смотрю, это пошла. А ты кто такой, чтобы не говорить? Да, типа, это, да. И вот он стоял, этот остался до конца службы со мной рядом. А тот вертелся, вертелся, ушел. Все, разорвался разговор. Ну, я себя сначала неловко почувствовал, думаю, как-то, кто я такой. А потом думаю, ну, а почему бы нет? Мы же сюда что пришли? Сказал, все, священникам тем более. Да, Богу служить. Только ловить его надо потом после этого, вот этот, который хороший, еще беседует. Только за пределами храма. Да, я и слова такого не знаю. Знаете, я сам, я говорю со своими делами, со своими вот этой жизнью. Просто-напросто, и вот мне повезло, что вот я даже вот на расстоянии вот всего, да, даже 200 метров, вот 300 метров, да, вот я здесь живу. И я здесь слышу разговор Головина Владимира. Он собирается в потерях. Это был разговор еще весной. Ну, и здесь они с кем-то общаются, и, а, со шахматным Алексеем он общается. Шахматным. Да. И он у него спрашивает, что вы там, как рассматриваете, ну, как вы вообще. Он говорит, ну, я все ждал подтверждения. Кто еще скажет, что я на правильном пути, что мнение о Игнатии Тихоновича. Он говорит, ну, то есть там было все мнение, все положительное. Все, я думаю, я что слушаю, вот велосипед у меня, да, есть, он рядом находится. Подъедь сам-то да и поговори. Я отработал. Я сел на велосипед, все выключил, никуда не ничего никому не сказал, сел на велосипед, подъехал сюда. А, кстати, 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 когда я сюда подъехал, знаете, вот, свидетельство вам сейчас, интересный такой момент. То есть я подъехал к дому, ну, то есть к воротам. А справа сидели три каких-то человека, ну, наверное, видать, соседи. Соседи. Соседи, да, два из них такие пьяненькие, а один трезвый. В очках? А я не помню. Не буду обманывать, не помню. Просто суть сама, я раз сначала сюда, потом так к ним. Я говорю, скажите, а Игнатий Тихонович здесь живет? Вот этот, который трезвый, да его, наверное, дома нету сейчас. Я говорю, ну, нету, нету. А это? А что ты хотел? Он меня спрашивал. Я говорю, да, я говорю, вот, интересный человек. Я говорю, хотел бы сам пообщаться, говорю, глаз на глаз вообще. Ну, думаю, просто Господь положит или откроет. Просто попросил, говорю, Бога, чтобы это. И вот я как-то здесь, говорю, оказался. То есть на велосипеде я здесь оказался. Он, да ты что, Бога там туда-сюда нет? Я говорю, как нету Бога? Я говорю, ты уверен в этом? Он говорит, ну, я не уверен, если бы это. Ну, Игнатий начал выгнать Игнатий Тихоновича там туда-сюда. Он нас оттуда выгнал, туда-сюда и что-то такое. Я вам передал эти слова, Игнатий Тихоновича. Никого он не выгонял ниоткуда. Да, нет, я понял, понял. Я просто, я начал. Они сами себя выгнали? Нет, я начал дальше разговорить. Он нам раздал здесь эту Библию, то-сюда. Я говорю, так читать надо. Если не понимаешь, надо так приходить, слушать тех людей, кто понимает. Сама суть разговора пошла таким образом. Знаете, я говорю, почему ты решил, что Бога нет? Я говорю, да-да-да-сюда. Я говорю, так вы не пейте. Бросьте курить, бросьте пить. Он вас и подымет. Вы же сами-то от него уходите, отдаляетесь. И тут он вспоминает, вот этот человек, который трезвый. Я говорю, что у тебя, говорю, ни разу в жизни Бога не было? Ты вот просто вспомни. Он был один раз, момент. Я говорю, у меня здесь было дело, то есть у меня суд. Меня должны судить. Я так смотрелся Богу, что говорит, Господи, если ты есть, прости меня, отведи от этого. И все. И вечером он уже вышел с амнистией. Я говорю, вот смотри. Одна, говорит, твоя тема была. Вот о Боге. Вот он вот здесь присутствовал. Ты об этом сейчас вспомнил. Вот ты говоришь, Бога нету. Раз, и раз, и он раз, и быстро разговор снял. Снял и в сторону. Я говорю, ребят, ну помните, помните. Я говорю, я сам не помню, вообще, вот сколько я говорю, хуже вас всех здесь вместе взято. Я говорю, я верю, что Бог есть, и Он мне поможет. Хотя я говорю, сейчас могу верить, через полчаса могу не верить, сейчас опять верю, сейчас не верю. Но всегда помните о том, что в любом случае, хоть как, с любыми делами, прийти надо. Показаться и прийти. Вот, ну и потом я пошел сюда. Открыл дверь, она открыта. Я заехал, а, зашел с велосипедом. Сначала сюда подошел, прочитал, что написано на стене. На двери. На двери, да. Потом туда пошел, ну и думаю, где, куда. Да, я же здесь ни разу не был, и это, не постучался. Я подошел к окошку, там номер телефона написан. И решетка, около того дома. Ну все, я с этой стороны думаю, может собака сейчас здесь вылетит, что-то. Ну и не стал. Развернулся и дошел, ушел. Потом, по-моему, второй раз вернулся, да. Думаю, телефон все-таки запишу. Смотрю, по-моему, Игнатий Тихинович выходит. Не помню точно. То есть, ты кого, кого ищешь, от кого пришел. Я здравствуй, ну и начал рассказывать, откуда и что, как я пришел. То есть, о вас я узнал через интернет. Но я думаю, что это был план Божий. Слава Богу, аллилуйя. Вы сегодня побывали на службе. Ваше впечатление? Мое впечатление все довольно-таки ясно. Не так, как в Московской Патрии. Не так, как в Храме. Есть Храмы, конечно, есть. Я вот был, допустим, знаете, где я был? Я был, допустим, в монастыре в Задонском. Где мужской монастырь, а женский. Где женский монастырь, там, да. Там священник вышел. Он читает, все доступно и ясно. Он никуда не торопится, не бежит. Там нет такого. То есть, настолько благодать я почувствовал, но в другой храм зайдя, там все быстро, ничего не понятно и слова нету. Божьего слова нету. Нету ничего из Евангелия. Вообще, мы ничего не знаем. Почему? Потому что там никто не говорит о Боге. Я еще вот расскажу один момент. Я вот когда вот там при записи было, что... Андрей Ткачев, вы же знаете такого, да? Он когда жил в Украине, он ехал они куда-то в Крым. Они подвезли бабушку, там где-то по деревне ехали. Длинная деревня. Ну, взяли бабушку, попутчики там довезти докуда-то. Они ехали, я не помню уже суть доделок откуда-куда. Но они когда ехали, она перекрестилась около одного храма, около другого. А он как священник, он заметил, он говорит, бабушка, это говорит, разные храмы, разных этих. Один бактист, другой православный. Она говорит, да, я знаю. Вот к этим, говорит, к бактистам я хожу, говорит, а Боги услышите? А вот к этим я хожу помолиться, там батюшка так, говорит, хорошо поет. Все. Вот на этом и заканчивается наша вера в православном храме. Там только поют хорошо и милость ему берут. Спасибо. Можно вопрос к вам, Евгений? А вы вот сказали, у вас маленький ребенок. Ваша супруга не против, что вы в храм ходите? Она верующая у вас? Да, она верующая. Вот дело в том, что вот вы говорите, что как бы это для нее пока что препятствие ходить в храм. У нас вот здесь есть комната, специальная детская комната, где все наши дети выросли. С маленьких мы их в месяц. С рождения. Даже если ребенок постоянно беспокойный, он потом успокоится. А она пускай тут стоит, слушает. Вы поговорите с супругами. Так что тут все для этого обеспечено. Я поговорю, да. Потом в три года будет поздно приучиться. Да. Уже они неуправляемые. Неуправляемые станут. Будут такие, как вот 10 лет, а маленькие во всех храмах. Сколько вашему маленькому возрасту? 4 месяца. Ну, это самотолк. Самотолк, как говорится. Не опускайте момент. С двух недель у нас, наши дети. Я поговорю, я просто, видите, я знаю то, что заставлять человека никогда нельзя. Поговорил, оставь. Молись. Поговорил, оставь. Я потому спросила верующего супруга против него. Она верующая, видите, она... Мы люди такие. Ну, мы подобраны. Господь нас подобрал другу, чтобы мы друг друга это. Как заводом? Господь нас подобрал друг другу. Мы, знаете, мы взрывные. Мы оба взрывные. Оба такие характерные, знаете. У нас еще куча всяких крови намешано там. И все подряд. У них татары, русские и все. У меня казахи, молдобарь. Представляете, вот это такой, этот... Венегрет. Венегрет, да. Я сам по жизни, я... Слава богу, вообще, что я живой. Просто я смотрю сейчас на своих сверстников. Их половины уже нет. А сколько? Мне 45 будет. Это... И их уже больше половины нету. Потому что даже те, кто на пятерке учились. Те, кто в школе были, хорошие вспоминают. Вот. Но не пятерка, а не сыпь, но человек. Потому что я думаю, что у каждого человека вот этот жизненный путь от Бога, у каждого уже... Не предозначено, да, все такое. Где-то он все-таки с ним встретится и будет уже выбирать. Вот на перекрестии, да? Ты с Богом? Или ты с сам? Обязательно будет. По молитвам бабушки у нас? Да. Я думаю, да. Вот. Я боюсь, почему про нее я спрашиваю. А Евангелие когда начали читать? Евангелие прочитали вообще? Библию? Библию, Евангелие, Ветхий Завет. Ну, вы понимаете еще? Нет, я не прочитал. Я вот читаю сейчас. Я вот, Игнатия Тихонов. Я взял Библию, знаете, я одну взял в храме мелко. У меня со зрением, мне это не ладычки. Я даже могу в очках, она у меня начинает плыть. То есть вот такая проблема, что я могу читать, читать, и раз, она у меня поплыла, еще я снимаю очки, я и в очки начинаю. А слушаешь? Да, да, да. Я говорю, у меня есть возможность. Вот сейчас, я почему, я откуда это? Улужение. Я откуда вот это все поздно, в принципе, где-то, знаете, буквально за полгода. И вот смотрите, и самое главное, знаете, что я почувствовал? Что я почувствовал? Я не зная Библии, не зная вообще слова, я с этой весны поехал к маме с папой. Они у меня живут в Казахстане. Они разведенные, живут на одной улице. Даже Бог так поставил, так поставил, вообще ситуацию. Вот сейчас я вижу, как он вообще, вот любовь его. То есть он их развел, дабы они друг друга не морочили голову, но поселил на одной улице. То с этой женщиной, она одна. То есть он с этой женщиной живет, мама в силах, все, сама борется, ду-ду-ду, сама там по бабкам побежала, сама я говорю, мам, ты крещённый? Ты православный? Ты к каким бабкам побежал? Уже после. Она говорит, я теперь понимаю. Я говорю, так, теперь смотри ситуацию. Отец уходит. Отец уходит. С другой женщиной живёт. Ну, я думаю, что это в пример тем людям, потому что сейчас запись идёт. И вот правильно надо сказать, чтобы в пример тем людям, которые собираются уйти из семьи. Что никуда ты дальше себя не уйдёшь. Вот. Что получается? Он уходит в другой женщине, они живут. Живут, строят, 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 начинают новое строить. То есть, вот эта поговорка раньше была на чужом счастье, счастье не построишь. Они начинают строить свой оазис. Дома не построили стены, но они его не достроили. Они первый этаж сделали. То есть, у них там мечты были. Мечта обрывается. Эту женщину парализует. Пашу. Всё. Да это дело славы вообще Божьей. Потому что, вот она показывает, чем. Что она ложится, но он её не забирает. Теперь ты в оазисе мне что-то сделал. Теперь смотри. Смотри. Он не забирает тебя. А то женщина забирает этого. Он начинает за ней смотреть, ухаживать. Всё. Он, он. Оказывается, у меня папа. Я приезжал. Говорю, пап, ты, оказывается, хорошо готовишь. Ты, оказывается, такой порядочный человек. Ты можешь огород в 15 соток один убирать. У тебя силы всё есть. Здесь ему инсульт. Бах, бах. Я здесь живу. У меня сестра там живёт. Благодаря сестре. То есть, ну, Господь опять же всё так делает. Он её в нужный момент призывает. Она его забирает, помогает. Всё. Я думаю так, пап. Я говорю, вот здесь стоит задуматься. Вот здесь вот стоит задуматься. Потому что смотри, тебя Бог не забирает. Бах тебе чуть-чуть там, это, да, какой-то шелчок или поджопный. Ну, я говорю, извини. Говорю, ну, не могут дети учить родителей. Но я говорю, не примей это как учение. А примей это как, не знаю, вот что, понятие, что ли, решение. Что вот здесь вот надо сейчас начать. Перевернуться. Давай вместе перевернёмся. Говорю, давай вместе изучать. И Библию, и к Богу вместе пойдём. Он, ну, это там, ладно, это там длинный разговор. Но я собираюсь здесь весной. Я привязал вот это. Вот к этому всему. А, вот сейчас ещё здесь докончу. То есть, получается, женщина, он это живёт, за ней ходит, ухаживает в огороды, всё. А здесь ещё моя мама, его бывшая жена. И он начинает к ней, раньше носом не вёл, а сейчас начинает к ней ходить, помогать. Помогает. Да. А, то есть, мама сейчас расцвела. Он, когда это, приходит такой более-менее добрый становится. Я говорю, вот Бог как делать. То есть, тот груз оставил. Теперь там ещё, теперь под наторите. Да, то есть, вот как женщина, живи. Вот. То есть, кончился блуд. Она легла. Блуд кончился. Блуд закрылся, как вот у Сергея. Блуд исчез. Потому что, а как ты будешь уже думать? Да тебе уже ни к чему, может, ты режишь. И вот блуд кончился. И теперь, и той, помоги женщине. И эту не оставь. И вот, смотрите. В чём я говорю, что я поехал, когда весной маме, помогать там, канализацию сделать, воду провести. Ну, что-то такое, по мелочам. И с папой я до этого здесь общаюсь. А я ему, знаете, я что-то интересное увижу в интернете. Я ему скидываю на WhatsApp. Я ему скидываю, смотрю его прям на это. Я ему не раз звоню, говорю, парк, ты какой вера? Я христианин. Ну, я ему по-христиански накидываю. Видео там, интересный разговор, интересно. Смотрю, его прям колебят. А он мне скидывает. Камазы, снег выпал, выпал там, там, это, китайские штучки какие-то. Ну, мирское всё такое. Ему друзья скидывают. Я говорю, пап, ты сейчас выбирай. Тебя, друзья, куда ведут? Вниз, это получается, в ад, говорю. Потому что ты ничего сейчас светло. Я тебе одно, ты мне другое кидаешь. Ты не видишь? Ты хотя бы тогда мне этим не забрасывай, если тебе это нравится. Он начинает психовать. Я ему уже звоню. Пап, ты какой вера? Я христианин. Я говорю, православный? Православный. А нет, я старообрядец. Я говорю, тем более. Если ты старообрядец, ты знаешь вообще? Я говорю, да лучше, и всё строго. Я говорю, надо определиться, куда мы плывём. Вот как вот Айсберг. Как отца зовут. Иван. И вот я здесь вспоминаю про Айсберг. Игнатия Дихановича. Когда он сказал, за три года откололся, кусок льда и поплык. Здесь сделали Титаник. И этот, кто он, кто его придумал, говорит, и такой получился корабль. Даже Бог его не потопит. И вот я здесь вспоминаю Игнатия Дихановича, когда он говорит, наскололся за три года до этого Айсберг. И вот эту передачу я посмотрел, и она мне грунт. Она засаживалась как-то, знаете, Господь садил, садил, сел, сел, сел. Вот. И тут я, знаете, что понял? Что, да, вот это вот эти слова, и не заботясь о том, что говорить. Ибо Бог будет говорить вашими устами. Вот. Аж слезы текут. Вот. Когда я приехал весной, то есть, получается, весной я приехала к маме. Получилось так, что... А, до этого я, говорю, уезжаю, папе позвоню, говорю, пап, я приеду, я тебе чуть-чуть, ну, это, расскажу, что о Боге. Ну, если Господь позволит. Он, ты приедешь, и о Боге ни слова. Понял? Я говорю, понял. Ну, все, нет, не надоедать, что ли. Не раздражай. Да, не раздражай родителей. А еще и почитай, еще вот это вот. И как-то, знаете, начинают с собой бороться, думаю, а как тогда правду-то сказать? Отец, отец, ну, отец, ну, да, я почитаю, ну, было там, ну, било, ну, порой. А как без этого? Ну, я бы тогда вообще кем был. Ну, вот это, знаете, вот это вся, вот этот весь бред начинает подниматься. Потом, думаю, так, стоп. Господь сказал, открой рот свой, либо я его открою. Ну, все, я думаю, ладно, соглашусь с тобой, папа, я не скажу тебе ни слова. Приезжай к нему, приезжай к нему. То есть заехал к маме, поехал к отцу. Поехал, пошел, вон, реально живет. Захожу, я, блин, пришел в 4 вечера. В 4 вечера я пришел. Знаете, началось с того, что... Давай перекусим, давай поедим. Че, вы, это, вина вы вольем, выпьем. Я говорю, ну, давай выпьем вина, только не более. Ну, по-моему, и не выпили. Налить-то налили, а выпить-то и не выпили. И все. И знаете, я, Библию-то, я ее не знаю. И прочитал там что-то, что-то понял, что-то не понял. Я ее не знаю. У меня как пошло слово, слово. Отец соглашается, кивает, что-то сам говорит. Знаете, у нас, нас Бог связал разговором таким, что мы просидели с 4 до 12 ночи. В 8 часов мы ни разу практически не встали, а кроме как только в туалет. Ну, по нужде. Вот. И в 8 часов мы продолжали разговор. Мама моя позвонила, говорит, Женя, ты там что, где? У кого ночевать будешь? Ко мне любить? И она просто подытожила этот разговор. Говорю, пап. Да и, наверное, да. И Господь мне рассказал, хватит, так, пора чуть-чуть отдохнуть. И все, я пришел к маме, мама, ну что, как? Говорю, мама. Я понял одно, что Господь присутствовал в нашем разговоре. И он говорил, мы ничего не придумали. Знаете, и вот это благословение, оно шло. Я к маме потом пришел, к маме начинаю говорить. И она у меня завешала, я не знаю, правильно или неправильно, она завешала всю стену иконами, вырезками всякими, знаете, там это лиц, ликов, богородиц, всех святых. Все. Я говорю, мам, к чему тебе это все? Вот стену ты увешала. Я говорю, ты сейчас у меня старенькая, уже в возрасте. Сейчас вот ты вот помрешь, уйдешь в мир иной. Это что с этим все будет? Это просто придут и выкинут на свалку. Некрасиво будет, да? Я это все в церковь внесу. Я говорю, мам, в церковь это зачем все? Они там выкинут на свалку. Я говорю, зачем? Ну ты возьми себе три иконы, поставь. Молись на них. Я говорю, главное твоя молитва. И главное, что у тебя там висит, и кто, и кому, и что, и как. Перед кем ты стоишь. Ты главное молись внутри. И молись, говорю, правильно. Яни, прошу прощения. Давайте мы в другой раз продолжим этот разговор. А сейчас я хочу сказать, что дай Бог, чтобы, несмотря где вы будете находиться, у нас, не у нас, где бы вы ни находились, но чтобы вы оставались в истине, и чтобы вы продолжали свою проповедческую деятельность среди своих близких и родных, и чтобы это было успешно. И со Словом Божиим обязательно читайте. Господь благословивайся, не понимаете. У меня тогда, знаете, что было? От наполнения сердца... Говорят устал. Нет, я просто... Давайте подытожим. От избытка сердца выросли. Что вот эта вся поездка... Я там, знаете, Бог так раскрыл. То есть не то, что раскрыл. Сказал. Самое-то главное, знаете, что... Вот еще даже было засвидетельство. Мы копаем яму. Выкопали яму. Все, дождик кратит. Мама ходит. Я говорю, мам, подожди чуть-чуть. Не суетись. Она надо закапывать. Сейчас дождь пойдет туда. Я говорю, мам, постой. Давай вот доверимся сейчас Богу. Давай доверимся Богу. Стой. Я ее остановил. Я говорю, давай помолимся. Давай. Я говорю, Господь, помоги нам. Закопать вот эту яму. Чтобы у нас дождь не облил, не залил. Все, помоги нам, пожалуйста. Господи. Ты говорю, веришь, мам? Она, я верю. Ну, так своим голову. Вот эти старые вот эти. И все. И мы взяли лопаты. Вдвоем с ней. Мы докидывали лопаты. А знаете, там небеса были черные, серые. Как будто, знаете, сейчас ливанет. А так кап-кап-кап. Ну, знаете, тепло и такой кап-кап, как, знаете, под душем. То есть не жарко. Только мы докопали, вот последнюю лопату буквально тянули. Как дал дождь. А, мы зашли. Дождь как дал, говорю, мама, смотри. Мне же слезы. Вот так. Слава Христу. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Христу, это очень интересно. За неделю какие новости были. Ко мне приехал с интернета познакомился один армянин. Ливон. Я говорю, я еду. В гостинице место ему нельзя, там по одной причине. Ну, такая причина государственная, там, если он вовремя не выехал, то везде перекрываются дороги, чтобы его в другое государство. А он в Грузии живет, отца наума знает. Ну, и ночевать негде. Сергей Павлович, Воручавочка. Он его взял. Сейчас пишет, в Казани подъезжает. Очень благодарит, какой прием ему есть. Старается узнать, чем ему будет полезен. Ну, и все на этом. Второе. Мне сегодня скинул человек, не расположенный ко мне. Очень даже. Но скинул материал, которым хотел, как бы, уязвить. Тебя с тебя вновь посадят в тюрьму. Закончил. Осипов. Он говорит об угасании веры в христианах. Свечки, записки, свечки записки. Какое отношение к Христу? А ролик этот, уже года три назад записанный был. Ну, актуальности свои не теряет. Люди не знают Бога. Вот там к Матроне когда идут, о чем только не просят. Печенки болят, сердце, желчный пузырь. А где будет душа? Ну, ни одной молитвы нет о том, чтобы духовное совершенствование было. И называют, какие? Качественное смирение, сам целого мудрия. Ничего этого нет. Ну, я-то сижу, думаю, ты или насеял это все. Столько лет там. Ну, говорит правильно. И опять же, на этой неделе, это мне скидывают, я не сам нахожу, я в интернете не лажу, священник Андрей Ткачев и говорит. У нас есть люди, православные, которые задумались о своей жизни, о вечности. И задумались уже не у нас. Они узнали, что каждый человек грешен и погибший. Хорошее дело. И наши люди ходили в церковь, но не у нас. И дальше, что Христос родился. Узнали они, повторяю, не у нас, наши люди узнали. Что он страдал и умер, узнали, но не у нас. Что воскрес для нашего оправдания, узнали не у нас, где у протестантов. Как мы перед Богом ответим? Речь идет о сотне миллионов людей, может быть, которые ушли. Миллионов. Я где-то слышу, неправильно можно назвать. Речь идет о миллионах. Совершенно верно. Я опять же скажу. Вот я видел, когда он говорит, говорит хорошо, строго. Оператор, видимо, незапланированно повернул снимать. Там, как называют, брованное движение. Киоски, продажи, купли. То есть они конкретно над душами не занимаются. Никто, повторяю, ни один, конкретно над душами, может быть, занимаются где-то. Я не знаю. Тем более я беру самые такие Дмитрия Смирнов, священник, которые в интернете все. Они выходят, они говорят, и дальше идет. Вот ко мне выстрела на женщину. Как-то она нашла, кто-то ей сказал. И она просится. Только стали говорить. Я ей говорю, почему вы без платка? А что? Мы всегда молимся. Сейчас я говорю, тебя Господь коснется, и ты не можешь помолиться. Она сразу побежала, наделась. Еще ничего не было. Еще мы не говорили. Перед ним идут, исповедуются, все без платков. Ну, какие же вы? Ну, можно хоть чуть-чуть. Мне сегодня опять же скидать один. Я три года назад натолкнулся на ваш канал. Я больше бритву в руки не брал. У меня борода. Я товарищу позвонил. Так ты тоже его нашел, Лапкина? Ну, как здорово. А я курил и сразу бросил. Понятно? Что, зазомбировал. Которые негриди, я зазомбировал. Гору. Ну, зазомбировал и гору. Результат. И теперь они говорят, мы хотим уйти с вашего канала и не можем. Потому что, как Козлов Сергей Георгиевич говорил, везде одна брехня, а не брехуны. Когда я спрашивал этот Калиников, как вы познакомились с Лапкой, только натолкнулся, я понял, это правда. Правда в последней инстанции. Дальше искать я еще ничего не стал. Это Бог делает. Мне нужна ваша помощь молительная. Я бы ни в чем не нуждаюсь. Заголовки, знаете, делают такое. Вот здесь такое есть, что ни один человек не слышал, что такое. А там ничего нет. Смотришь, бабка показывает, как быстро и ловко можно почистить сковородку. Полтора миллиона. Первая битва, которая была МММ. Таких борцов больше нет. Это надо посмотреть. За сердце схватишься. Девять с половиной миллионов. А ничего нет. Помогли друг другу. А я называю так, конкретно. Ваш ролик с вами стоит. Вы его видели, нет? Да, да, да. Ну, место из священного писания. Я долго искал. Наконец нашел. Я беру там и зеву, и все. Никого это не привлекает. Но там местописание, глава, стих. Вот книги. На корочке везде написано, открытым оком. Притом еще считать надо не вниз, а вверх, кавычки стоят. Поднять глаза. И местописание, числа 24, 3, 15. Я обращаюсь ко всем грамотно и неграмотно. Кто видел книги, книги, не брошюрка какая-то, чтобы заголовок был и Слово Божие с указанием местописания. Глава и стих. Нету такого. Нету такого. Но все одинаково говорят. Мы ходили в храм. Они ходят, я их стараюсь задержать. Познакомились с сектантами, стали ходить, все бросили. А теперь возвращаются обратно. Вы что делали? Да священники сказали, он там гомик такой. А я его знаю. Не встречался, но знаю. Я говорю, ты к нему не хочешь ходить? Ничего про него не говори. К другому иди, пройдет время, спокойно. Ты узнаешь, что не так. Тогда пойди к священнику на исповедь. И тогда скажи на исповедь. Я, батюшка, соблазнился, там снимки сделали такие ночью с какими-то ребятами. Ну, то есть такая пакость. Я говорю, нет, у него семья. Он прекрасный человек. И человек этот вернулся. Немного надо. Сам себе глаза открой открытым оком, смотри на эту жизнь во свете Библии. Повторяю, моего тут ничего нет. Это глава стих. И когда каждой книге, глава стих, вот она. И все разного цвета искать легко как. Разного цвета. Где вы взяли такое, чтобы многотомник и был разного цвета? Нигде нету. Если коричневое, если красное, значит, красное, венино. Все одинакового цвета. Все разного. А почему? Я не знаю. И вдруг в последнее время у меня появилось столько помощников, и они друг другу показывают. Они меня, говорят, из-под меня буквально почву выбивают. Я уже не до всего касаюсь. А они там в Твиттере, в Фейсбуке, высылают такие материалы. Новые люди приходят. А я не захожу и не знаю, ни ВКонтакте, ни в докладах не бывает. А они распространяют. Теперь на сайте, вот сколько вопросов есть здесь, в книгах? 4124. Их надо как-то разбить. Вот здесь говорится о священстве, здесь о семье, здесь о животных. Как? Вот эти вот книги все, я считал, я уйду в землю. Кто-то займется этим. Никто не берется. И мне пришлось заново свои книги переносить заново. И выбрать где. И 55 разных позиций папок. И все выставлено. Но они опять выставил, они опять стоят. Надо, чтобы каждый вопрос-ответ, 4124 сохранившийся только. Нужно его отдельно выделить отдельным роликом, как Максим Каскун. Он делал так. Его тоже запретили в служении на год. И одежду не носить и благословлять. Это кроме отца Владимира этого. Его несколько раз обо мне спрашивали. Он говорит, а я внучатка Игнатия. Я, говорит, обратился от отца Геннадия. А Геннадий, Геннадий, это Игнатий. Говорит, я его, мне внучатка. Ну и правильно, в духовном плане-то. Говорит, у нас отец Геннадий Пас. И вот если мы желаем помочь, помогает. Вот сейчас Сергей Павлович озвучивает. Оттуда начал первое богослужение. Допустим, буква А, Б. А последнее Ц, церковь. А с церкви-то, кажется, ты как раз и начал сейчас дать церковь. А тот идет с другой стороны. Я говорю, в следующем мире посередине. Там, ну какая-то. Когда 55, значит, номер 20 под номерами. Начинает озвучивать. Сразу увеличилось число людей. Ну, немного. Во-первых, бывает минута, две, три, пять. А бывает и 20 минут. Но это надо оформить. И какую картинку поставить. И название дать. Это Вячеслав, который Семенов принимал на ищи крещения с отцом и женой. Значит, помолиться об этом надо. И он указал на одного Илья. Он говорит, он такой желанный. Недавно он был и показал, где у отца на ума. Приехал оттуда. И теперь он говорит, я бы, на стихи 3467 стихотворений. Их надо озвучить. Виталий начинал, что-то заглох. И он уже, вот сегодня, наверное, может начать даже. По одному стихотворению показать. Но надо начитать так, что было. Я в стихах этих своих себя не вижу. У меня как будто бы... Но так не бывает. Вот я смотрю стихотворение Пушкина. Вон там, два раза в двадцать. Защеркивай, другое. Здесь полная страница. 306 строчек. Эпиграф из Библии. 3467. Это девять лет с воскресеньями. Каждый день. 365 дней считать. И еще надо по полстихотворения вставить где-то. И черновики сохранились. Ни одной помарки нигде нет. Я все писал с чистого листа. А как? На молитве у меня одна строчка как бы. Одна строчка. Как вижу? Я прям на молитве у меня... Я молюсь, а рядом бумага лежит. Я записал. Дальше молюсь. Редко бывает еще. Это строчки. Это означает дальше только кончил. Молитве я беру ручку. 36 строчек. И когда их люди смотрят. Нигде-то в литературном институте я считал. Там Ле Пашанин. Как это так? Здесь был, ну знаете, Юдалевич Марк Иосифович. Он глава этих писателей, поэтов тут был. И он когда увидел меня, я такой, ну что вот так вот. Это ваше стихотворение? Как вы тему такой будете? Я не знаю. Я ни на один вопрос ответить не могу. Я просто молюсь, стою, жду. Жду строчкой. Я ее записал и дальше пишу. Представь. Пачками 500 пачек. Это 7 пачек по 500 листьев. Карандашок записано. Ни одной по марке нету. Просто строчка в строчку. И вот находятся люди, чтобы озвучить. Тоже помолитесь. Если это не от Бога, да сгинет, да сгорит. Если это от Бога, я не имею права быть довольным, что если это Божье, чтобы оно не появлялось нигде. Видите, люди с двух сторон начинают, а теперь вопросы ответы. А теперь еще один проповеди. Прочитали? Мое от вашей проповеди. Теперь никаких не слушают, только герои эти. Ты еще там 367, кажется, проповедей, которые сохранились. Я говорю, что они написаны в пророческом духе, без пригляда, нравится или не нравится. Это уже не моя работа. И мне нужны помощники. Я вам сказал, что говорит об этом Адрен Ткачев. Беда просто. И Осипов сказал, что. И сказал правильно, что затихает все это христианство. Буквально все везде такое состояние. Я услышал сразу на молитву. Я их расслышал. Вы меня расслышите. Вот это сокровище лежит здесь. Сегодня спрашиваю. А есть ли книги? Эти кончаются. Самый большой спрос. Новый завет к истинному православию. К концу все подходит. Я смотрю на это так. Господи, если от Тебя доживет, а если не от Тебя доволюет. У меня от этого никакой разницы нет. Пишет кто-то это или распространяет. Ну, на нашем ютубе. 42 миллиона просмотров. Миллиона. Это мое желание, что люди пробуждаются, находят, обращаются, приезжают. Это от Бога. Хорошо, что у нас запасная квартира Сергея Павловича. У меня приедет. Ну, и люди, просто валенки некуда положить. Ну, все завалено, загружено. Да еще у меня тут работали, которые ковры постелили. Да все это сделали. Я хожу как чужой там. Молитесь, а ковер такой пушистый. Ноги не верзут. Я на него остановлюсь. И сегодня что-то надо было. Какую-то тряпку нет. Что-то где-то, как-то. Опять ищу, ищу. Какие люди умные. Они меня от всего освободили. Но мне тяжело без этого. Сегодня какую-то тряпку там закрыть. Володя вдвоем кое-как нашли. Они бы хоть в список составили. Мы убрали. Это лучше, чем у тебя было. Ну, там-то лежи. Да и нет нигде. А я в сарае лежи. Я всех благодарю. Это ваша любовь особенная какая-то. Проникли в дом без моего разрешения. Явное дело, что вы уже поняли, что нечего его спрашивать. Березовка. Березовка. Березовку Володя привез. Кому нужна Березовка? По полторашкам разлита. Я сказал, в первую очередь стареньким, болящим. Любимая моя. Володя. Володя. Так. Сразу. Все. Волхоз окончен. Березовка разберется. Я все время топил, и мне очень легко. Роботы. Соберитесь вместе. На бумаге напишите, что вам нужно. На бумажке. Какие крупы. Мука. Что вам нужно. Володя, дадите, я рассмотрю. Потому что у нас быстро все уходит. Вы не одни у меня. Как говорится, на абордаж несут. И я очень был недоволен, когда услышал, что еще не берут, а пошли в магазин покупать. Когда у меня лежит. Я отдаю это другим. Вам не надо тратить никуда. Вы не забывайте. Я объявил, чтобы цифра была семизначная на вас. И только тогда, когда вы верующие в храме и прочее. Нет, значит, я сразу попрошу вычислить, что от меня исходит отдельно. А там пока наберете. Тогда распоряжайтесь. Моими пожертвованиями, которые, если из моей руки я пришел, отдал, никуда. Пока, как написано, Виктор Андреевич, батюшка. Ну, покупали все, что нужно. Купили, сделали, заплатили. Мы почти все просьбы удовлетворили. Это сделать нужно вам сегодня. Вот, брат Андрей, он ни разу не отказался. Если нужно будет сегодня с продуктами, он думает, что сможешь отвезти. Смотри на него. Уже готовность есть. Сделать это сегодня. Деньги экономьте. Никуда не этого рубля. Не звоните, в телефон не играйте. Дядя Игорь вам плохого не пожелал. Закройте эту лавочку. Не надо. Вот охота, но не надо. Ты понял, Мистер? Потому что мы верующие. Если вы на молитву ставите, у вас в голове эти будут амуры летать. Вот это получается двойное дно. И с Богом. Двойное дно, которое постоянно прошибает. Не только через нас. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Братья и Сестры. Я хочу сказать вам. Звонил Игорь Третьяков. Передал всем поклон. Благодарение за молитву. И просил молиться. У него сработать там не получается. Чтобы Господь так принесла. Там все работает. Так, не худо. Он просит молиться. Вас просил молиться. Меня. Но я еще вас подключаю. Пожалуйста, зовут Христианин Александр. У него папа... Ой, подождите. Дмитрий. Дмитрий. А папа его зовут Александр. Завтра будет операция. Нет, за границей живут. Пожалуйста, помолитесь. Я вас буду держать. Очень рано у меня вышел полуеврей. И с какой радостью. Нашел на наши ролики. Полуеврей. Из пятидесятников. И уже цитирует Платоуста. Первый раз вышел. Улыбка с лица не сходит. Что нашел. Я говорю, да вы еретики. Вы к Сестре-то отношения не имеете. Думай об этом-то. Ну, я уже выставил за ночь. У меня трудозакачивается. Но такие вот срочно, вот как Евгения. Я их сутками качаю. Как имя? Того? И полуеврея. Артур. Я говорю, если крещение принимать будешь, Артемий тебе назвать. Первые буквы, чтобы сходились. А Димитрий, помолитесь, чтобы Господь дал ему крепости духа принять волю Божьей. Потому что там, по всей видимости, серьезная операция. Переживает. Мы же понимаем, как... И самые маленькие кошки, шестеро у меня, наши, так и живут у меня. Сережек, и купи, продай, где-то туда еще помести без моего адреса. И только скажи, что у меня лехали. Я вдруг уроки еще поместил. А? Я поместил. Нигде ни одного звонка нету. Да и ты добра этого, знаете. Нет, это не добро. Таких кошек не найдешь. Они наши, по-первых, чистые, ласковые и ушатые. Ну ладно, завершаем. Чеснопением, трапезой и занятием. Достойно есть якова истину, блажите Тя, Богородицу, признаблаженную и пренепорочную. Ты, Матерь Бога нашего, честнейшую хирургим, и славнейшую без сравнения серафим, без искрения Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тя и чаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распорий, от беззакония, которое втайне останови делающих зло. Просвети правительство наше, чтобы вы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в неближении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченностью Твоей Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что закрыли имя Твое, Бога Иегова, Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, а воочи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Милостив Господи, спасибо и было раб Своих. Услыши нашу молитву и соедини молитву нашу с воздеянием рук, как жертва вечерняя перед прессовом благодати Твоей. Соедини с молитвами всех святых, молящихся Тебе, Господи, на небе и на земле. Мы просим Тебя, Владыка, склоняясь перед Твоим величием и славою, услыши молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради страдания Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, ради голгофа и крови Его пролитой, прими нашу молитву, ибо Ты умер за всех, молитву о всех, заповедавших нам, молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Говори, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Аминь. Аминь. Может, у кого дети подрастают, кому подарить, а кто-то полковникам будет. Может, в кабинете работает какой-то? С кабинетом, с Нестором. Нестор? Евгений с нами на тракту, прислопение. И пропали будет занятие, и все будет.